МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, вы уже готовы! Прекрасно! Рассаживайтесь удобнее, и давайте начнём. Я, профессор Андрей Иванович Иноземцев, всегда рад ответить на ваши вопросы по моей любимой науке – географии. Задавать вопросы следует по адресу. Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Или на сайте телеканала «Радость моя». Но, как говорится, труба зовёт, пора заняться делом. Вот Вася Семёнов из Архангельска пишет. «Дорогой профессор, у нас скоро контрольная по географии, а я много пропустил из-за болезни, и вот теперь боюсь получить двойку. Особенно страшно из-за темы строения Земли. Вы случайно не знаете, из чего она состоит? Конечно, знаю, дорогой Василий, и отнюдь не случайно. Я с удовольствием поделюсь с тобой своими знаниями. Но сначала хочу дать тебе один совет. Закаляйся, Василий. Ну, делай зарядку. Нам, отважным путешественникам и географам, болеть не к лицу. Ну, а теперь поговорим о Матушке Земле. Давай представим, что вот это яблоко и есть наша планета. Ну, а кожура у нас будет играть роль земной коры. Так, давай осторожно снимем верхний слой. Тонкий-тонкий слой. Как можно тоньше. Ну, вот, примерно так. Хотя можно было и тот же. Вот, какая она тоненькая. Вот так же и земная кора в сравнении с размерами Земли всего лишь узкий, тонкий слой, на котором мы с вами и проживаем. Вот на нем мы строим заводы, шахты. Из него добываем полезные ископаемые. Конечно, на самом деле толщина земной коры колеблется от 5 километров под океаном до 70 километров под материками. Но, повторяю, в сравнении с размерами нашей планеты это всего лишь вот такусенькая полосочка. И что же спрятано под ней? Мантия. Самый толстый, или, как более правильно его называть, самый мощный слой Земли. Он достигает ни много ни мало 2900 километров. Естественно, никто никогда не видел мантию воочию. Существует только предположение, что состоит она из магния, железа и свинца. Температура здесь держится около 2500 градусов по Цельсию. При такой непостижимой жаре породы мантии должны бы находиться в расплавленном состоянии. Но горные породы давят на мантию со страшной силой. Видимо, из-за этого чудовищного давления породы мантии и находятся в твердом состоянии. Кстати, ученые разделяют мантию на две части. Верхнюю и нижнюю. А внутри мантии находится ядро Земли. Вот. Вот она, самая большая научная загадка. С некоторой уверенностью можно сказать, что радиус ядра примерно 3500 километров. И температура в нем около 5000 градусов по Цельсию. Ядро Земли делится на внутреннее, твердое, радиусом 1300 километров. И внешнее, жидкое. А вот по поводу состава до сих пор нет точных данных. Только предположения. Вот так, дорогой Василий, выглядит наша планета изнутри. Надеюсь, то, что ты сегодня узнал, пригодится тебе в написании контрольной по географии. Ну, а мы переходим к новому и наверняка интересному вопросу. Вот, пожалуйста. Ульяна Ларина из Кирова пишет. «Андрей Иванович, мама обещала отвезти меня летом к родственникам на Камчатку. Вот я и собираю сведения об этом крае. Я уже много прочитал, но так и не знаю, кто же открыл Камчатку». Ну что ж, дорогая Ульяна, твоя беда поправима. Но прежде чем я начну рассказывать об открывателе Камчатской земли, хочу напомнить тебе и всем любознательным телезрителям, где находится этот удивительный полуостров. Вот здесь. 57 градусов северной широты, 160 градусов восточной долготы. Камчатка с запада омывается Охотским морем, с востока Беринговым морем и Тихим океаном. Ну, а теперь нас ждет долгое путешествие во времени. Мы отправляемся в 17 век. Вот это бедное селение за высоким забором называется Анадырский острог. Служил днем приказчиком в 1695 году Владимир Васильевич Атласов. Ему в обязанности вменялся сбор ИСАКа, налога, который народы Сибири платили пушниной. С местными жителями Владимир Васильевич общался часто и тесно. Вот от них-то он и услышал, что где-то есть богатая земля, мол, и зимы там теплее, а уж рыбы да зверей считать не пересчитать. С тех пор Атласов уже не расставался с мечтой о ней. Его стараниями был снаряжен и отправлен в путь маленький отряд, 16 человек, под командой якутского казака Луки Морозко. Вот они-то и вышли первыми к полуострову. Разведав дорогу, казаки вернулись в Анадырский острог и убедили Атласова ехать туда. Собирался Владимир Васильевич на свой страх и риск. И вот весной 1697 года с отрядом в 120 человек он отправился в трудный путь. Он прошел весь полуостров и составил подробные записи, сказки об увиденных чудесах. «А от устья идти вверх по Камчатке реке неделю. Есть гора, подобно хлебному скирду, велика и гораздо высока, а другая, близ ее ж, подобна сенному стогу, и высока гораздо. Из нее днем идет дым, а ночью искры и зарева». Такими увидел и описал Атласов знаменитые камчатские вулканы, Ключевскую сопку и Толбачек. Своё великое путешествие этот отважный человек закончил на южной оконечности полуострова, откуда увидел неизвестные земли острова Курильского архипелага. Позднее один из них назовут его именем остров Атласова. Вот так, дорогая Ульяна, и была открыта Камчатка. Ежечасно, рискуя жизнью, создавали наши предки величие России. Ну, а теперь нас ждет новое письмо. Так, Игорь Меденцев пишет. «Дорогой профессор, я очень люблю книги о путешествиях и приключениях. Недавно я прочитал, что на Гавайях самую большую опасность представляют вулканы. А вы не могли бы рассказать о них поподробнее?» И только могу, но и сделаю это с огромным удовольствием. Итак, Гавайские острова. 21 градус, 18 минут северной широты, 157 градусов, 47 минут западной долготы. Доходится в северной части Тихого океана, площадь 16,8 тысяч километров. Нас с вами интересует самый большой остров. На нем расположен национальный парк Гавайские вулканы. Ну что ж, вперед! Мы отправляемся любоваться огненной лавой. Поэтому следует взять защитные средства, темные очки и походная шляпа тоже не помешает. Вот, пожалуйста, мы на месте. Кстати, человек добрался до этого берега не так уж давно. Впервые острова были заселены полинезийцами в VI-III веках до нашей эры. Практически позавчера. Но вообще обосновались здесь люди основательно. И этому есть причина. Такая? Да вы посмотрите вокруг. Красота! Из 2700 известных миру культурных растений 98% произрастает на Гавайях. Ничего себе огородик! Но пусть им любуются люди спокойные, а мы ступаем на тропу приключений. Кстати, этими тропами, маршрутами изрезан весь остров. Можно смело отправляться по любой из них. Куда бы тропа ни привела, всюду будет интересно. Вот, например, безжизненная пустыня Каум, покрытая потеками лавы. Зрелище, как говорится, не для слабонервных. Еще одна достопримечательность острова – каменный пласт. Посмотрите, в разломе видно, откуда вытекала лава. Это глубокая трещина, идущая, наверное, к самому центру земли. Если вы в волю налюбовались, продолжим нашу прогулку. Тропа привела нас к кратеру «Дом огня». Некогда гавайцы считали этот кратер священным местом. При виде кратера захватывает дух. Он выглядит, как океан, из которого вытекла вся вода. Губительная лава остыла и затвердела, образовав идеальные формы, лежащие в полной тишине. Но оставим в покое древний кратер и последуем дальше, к молодым вулканам. Высота самого активного из них 1247 метров. Последнее извержение началось в 1983 году и все никак не может прекратиться. Вот эти отвесные скалы образовались за 25 лет. Их создали две стихии «Лава» и «Могучий океан». Узоры на поверхности скал выведены самой лавой. Их называют лавовыми канатами. Поля лавы хрустят под ногами как стекло. Тот, кто увидел эту дикую красоту, уже никогда не сможет ее забыть. Вот и мы оглянемся напоследок, запечатаем Гавайи в сердцах и домой. Ну что ж, сегодня мы многое узнали. Мы узнали, из чего состоит наша земля, выяснили, кто открыл полуостров Камчатку и побывали на Гавайском архипелаге в Национальном парке Гавайские вулканы. Если вы хотите задать свой вопрос, то пришлите его по адресу Москва, улица Марсистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву или оставьте его на сайте телеканала www.radostemaya.ru Я обязательно отвечу. С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова